Здравствуйте! Это еженедельная рубрика об иммиграции в США на канале Ро Флорида. Меня зовут Виктория Шелегина, и я иммиграционный адвокат из Орландо, что в солнечной Флориде. Сегодня поговорим о наиболее популярных типах неиммиграционных виз – студенческой и туристической. Начнем со студенческой. Для получения студенческой визы в США вам потребуется, прежде всего, поступить в учебное заведение. Очевидно. Для начала определитесь с аккредитованным учебным заведением, которое выдает форму I-20. Это может быть университет, колледж или языковая школа. Получив эту форму и документы, подтверждающие факт вашего приема в учебное заведение, вам необходимо обратиться в консульство США для получения визы. Обратиться в консульство вы можете как в стране вашего проживания, так и в другой стране. Это допустимо для неиммиграционных виз и, например, актуально для россиян сейчас. Обычно собеседование проводится в течение нескольких недель после записи. Но не забудьте о подготовке к собеседованию. Подготовьте документы о вашей финансовой состоятельности и объясните свои планы на обучение в США. Ну, наконец, во время самого собеседования будьте готовы ответить на вопросы о том, как, например, за чей счет банкет, то есть кто оплачивает вашу учебу, из каких средств, и как вы планируете применить ваши знания, полученные в США. Нужно понимать, что для того, чтобы минимизировать вероятность отказа, потому что консульство, консульский офицер зачастую принимает решения не только на основании фактов, но и на основании каких-то своих личных предпочтений, даже не предпочтений, а каких-то понятий и понимания вещей. Что касается туристической визы. Для получения туристической визы в США вам потребуется следовать тем же самым шагам, что и со студенческой визой. За исключением, понятное дело, выбора школы. Вам она не нужна. Все остальные шаги вам известны. Точнее, основной шаг – это собеседование в консульстве. Для положительного ответа на ваше заявление о туристической визе неплохо иметь, опять же, подтверждение вашей финансовой состоятельности, а также подтверждение намерений вернуться в страну, в свою страну, и быть в состоянии объяснить цель вашего визита в США, будь то посещение бабушки или национальных заповедников в стране. Оценить точные шансы на получение туристической визы сложно, так как каждая ситуация индивидуальна и зависит от множества факторов. А что же может повлиять на решение консульского офицера? Ну, во-первых, важно продемонстрировать, что у вас достаточно финансовых средств для покрытия расходов во время пребывания в США. Во-вторых, ваши связи с родиной. Консульскому офицеру важно убедиться, что у вас достаточные связи с вашей страной проживания, и вы вернетесь домой по окончании вашей поездки. Это может быть семья, работа, наличие какой-то значительной недвижимости, все что угодно. Что касается предыдущего опыта путешествий, то если у вас был предыдущий опыт путешествий, особенно в страны схожего уровня с США, это может положительно повлиять на решение консульского офицера. Как и в случае со студенческой визой, ваши шансы зависят в том числе и от личных предпочтений консульского офицера. А сейчас я отвечу на два популярных вопроса, ответы на которые не вполне очевидны для стороннего наблюдателя. Первый вопрос. Можно ли отдать детей в школу, находясь в статусе туриста? Задав подобный вопрос на любом из эмигрантских форумов, вы получите значительное число утвердительных ответов. А со ссылками на личный опыт или опыт близких знакомых. И какое-то число отрицательных ответов. Так кто же прав? Абсолютно истины, как известно, не существует и правы обе стороны. Но одна сторона все же правее. Давайте вернемся на 45 лет назад в Техас, в котором приняли закон о том, что дети, находящиеся вне легального статуса, не могут обучаться в государственных школах. Закон обжаловали в Верховном суде, который установил его неконституционность. Объяснив, что, во-первых, чем образованнее общество, тем лучше для всех нас с вами. А во-вторых, дети не могут отвечать за неправомерные поступки, заботящихся о них взрослых. Таким образом, школы неуполномочены проверять иммиграционный статус своих учеников. Однако, не все так однозначно, как говорится. Да, школы не имеют права интересоваться иммиграционным статусом ученика. Но иммиграционное право не позволяет туристам проходить обучение в образовательных учреждениях. Есть исключения для эпизодического обучения, но мы не об этом. Мы говорим сейчас о полноценном обучении в государственных школах. Иными словами, обучение в школе, находясь в статусе туриста, является нарушением этого самого статуса. Нарушение статуса не только влечет его потерю, но и потенциальные проблемы для родителей ребенка, которых могут обвинить в незаконном провозе иностранцев, если будет доказано, что родители приехали с ребенком, заведомо планируя обучение в школе. Если же ехали вы исключительно с туристическими целями, но, приехав, у вас изменились обстоятельства, какие-то планы, то прежде чем принимать серьезное решение, пожалуйста, обратитесь за консультацией к адвокату и обсудите ваши перспективы. Что касается второго вопроса, его чаще задают те, кто находится в США на основании студенческой визы. Сами студенты или члены их семьи. Чем я могу заниматься, не имея разрешения на работу? Когда я слышу подобный вопрос, человек, как правило, понимает, что работа по найму ему недоступна, нет разрешения на работу. В большинстве случаев имеется в виду какая-то деятельность, так или иначе сопряженная с бизнесом. Побуду капитаном очевидность и в очередной раз скажу, что вообще-то любая работа без соответствующего разрешения запрещена. А под работой понимается факт оказания услуг или осуществления работ, за которые вы получаете вознаграждение. Окей, спросите вы. То есть волонтерство это не работа? В принципе, да. Как минимум одна составляющая законодательного определения работы отсутствует. Вам не платят. Но. Есть несколько но. Во-первых, если на подобную работу обычно нанимают сотрудников и платят им зарплату, велик риск того, что ваше волонтерское занятие посчитают именно работой, а не волонтерством. Во-вторых, иммиграционная служба может усмотреть вознаграждение там, где вы его не подразумеваете. Если, например, в рамках вашего волонтерства организация предоставляет вам жилье, это может быть рассмотрено как своеобразная форма вознаграждения. А значит, волонтерство переквалифицировано в работу. Мораль такова. Не все то волонтерство, что так называется. И для определения статуса вашей деятельности важна на самом деле каждая деталь. А что, если я создам компанию, и эта компания, а не я, будет оказывать услуги или осуществлять работы? Спросите вы. В стране победившего капитализма компанию вы создать, безусловно, можете, вне зависимости от наличия или отсутствия у вас документа о разрешении на работу. И можете получать прибыль от деятельности этой компании. Но работать вы в этой компании не можете. Под работой здесь подразумевается в том числе общее руководство бизнесом. Для этого таки нужен документ о разрешении на работу. При работе над одним из моих иммиграционных кейсов иммиграционная служба живо интересовалась, а не работал ли мой клиент в своей компании, пока находился в так называемом безработном иммиграционном статусе. Помнится, мы тогда поднимали архивы, доказывая, что клиент играл абсолютно пассивную роль в руководстве этой компании, а уже компанией, ее руководством занимались другие люди. По большому счету, возможности пассивного собственника бизнеса ограничены. Это непосредственно формирование бизнеса, регистрация, подготовка корпоративных документов и так далее, открытие банковских счетов и организации передачи управления третьим лицам, компанией либо физическим лицам. Ну и, конечно, получение дивидендов от деятельности бизнеса. Ну хорошо, а инвестировать-то можно? Да, если вы выступаете, опять же, пассивным инвестором. И нет, если инвестирование является вашим основным видом деятельности. Звучит неопределенно, но в этом вся область иммиграционного права. Важна каждая деталь, которая может изменить ответ на ваш вопрос. Но работать-то удаленно на иностранную компанию я могу? Находясь в США и работая онлайн на компанию, находящуюся за рубежом, вы все равно работаете в том смысле, в котором это подразумевает американское законодательство. Вы оказываете услуги, за которые получаете вознаграждение. А значит, вам необходимо разрешение на работу. На самом деле, последний сценарий у меня вызывает больше всего вопросов. Отдельное разрешение на работу было придумано, в принципе, для защиты американского рынка труда, точнее, для защиты американских работников от иностранных конкурентов. Законодательному определению понятия «работа» лет 50-60. В те времена, как вы понимаете, ни об интернете, ни о «никночь будь помянутом» зуме никто не слышал. И в нынешних условиях удаленная работа на иностранную компанию не только не мешает американскому рынку рабочей силы, но еще и вносит вклад в американскую экономику. А во время нахождения в США иностранный работник тратит заработанные деньги здесь же, в США. То есть, возможно, со временем законодательную базу все-таки поменяют и модернизируют, но пока как есть. Спасибо за ваше внимание. Буду благодарна за ваши вопросы в комментариях о том, что бы вы хотели услышать на тему иммиграционного процесса в США. И до встречи на следующей неделе на канале Ру Флорида. Ру Флорида. Ру Флорида. Ру Флорида. Продолжение следует...